Здравствуйте! Сегодня мы начинаем цикл видеообзоров, посвященный нашему новому продукту – контроллеру SAT500. В этом видеоролике мы познакомимся с основными функциями нового устройства. Контроллер SAT500 предназначен для создания систем автоматического управления технологическим оборудованием, в том числе для управления индивидуальными и центральными тепловыми пунктами, котельными, насосными станциями, установками приточной вентиляции с водяным или электрическими колориферами. Контроллер сразу готов для работы, необходимо только выбрать нужную схему из списка. Интересной особенностью контроллера является его возможность работать как программируемый технологический контроллер PLK. В этом режиме контроллер функционирует в соответствии с программой, предварительно составленной и загруженной пользователями через интерфейс USB. Для написания программы используется язык функциональных диаграмм FBD и бесплатное программное обеспечение редактора функциональных схем, которые можно скачать с сайта производителя. Контроллер размещается в компактном пластмассовом корпусе, предусматривающем установку на DIN-рейку, либо непосредственное крепление на монтажную панель шкафа. На верхней поверхности устройства мы видим цветной жидкокристаллический индикатор, справа от которого расположены четыре кнопки управления. Слева от индикатора расположен разъем mini-USB, предназначенный для подключения контроллера к компьютеру для его настройки. Обратите внимание, питания, поступающего через USB, вполне достаточно для включения контроллера. По бокам корпуса расположены разрывные клеммные соединители, необходимые для подключения к контроллеру датчиков и исполнительных механизмов. Всего к контроллеру можно подключить 5 датчиков температуры, 10 входов сухой контакт, 2 аналоговых датчика с выходом 0,10 вольт или 4,20 мА. Контроллер содержит 11 дискретных выходов, которые могут напрямую управлять регулирующей задвижкой или магнитным пускателем включения насоса или вентилятора. У контроллера есть два аналоговых выхода 0,10 вольт, предназначенных для управления регулирующими клапанами с электрическим аналоговым приводом, которые распространены в системах вентиляции. Питание контроллера может получать от источника 220 вольт или безопасного напряжения 24 вольта. Если питание производится от источника 220 вольт, то вход 24 вольта можно использовать как выход для питания подключаемых аналоговых датчиков давления. Сейчас на рынке представлено много отечественных импортных контроллеров, решающих похожие задачи, но обладающие рядом недостатков, таких как ограниченные функциональные возможности, неудобства и ограничения при настройке эксплуатации и обслуживании. По сравнению с ними, новый устройство контроллер SAT500 имеет следующие преимущества. Контроллер SAT500 может одновременно управлять двумя независимыми контурами теплоснабжения, такими как системы централизованного или индивидуального отопления и горячего водоснабжения, смесительные узлы и установки приточной вентиляции с водяным подогревом. Управление каждым контуром включает в себя автоматическое поддержание комфортной температуры, погодное регулирование. Управление циркуляционными и подпиточными насосами с автоматическим переключением и резервированием. Все необходимые алгоритмы встроены в программное обеспечение контроллера. Нет необходимости приобретения дополнительных ключей или карт памяти. Контроллер готов к работе сразу после приобретения и установки на объекте. Контроллер SAT500 обладает высокой эффективностью при монтаже, эксплуатации и обслуживании. Наладчик контролирует правильность подключения и исправности оборудования теплового узла непосредственно на цветном дисплее контроллера. Электронный журнал событий позволит оперативно выявить и устранить отклонения в работе оборудования тепловых узлов. Подключение через USB позволит выполнить первоначальную настройку и проверку подключения КИП при помощи переносного компьютера, еще до подачи основного питания. Использование разрывных винтовых клеммных соединений позволяет максимально быстро выполнить установку и снятие контроллера. Контроллер предусматривает варианты крепления как на стандартную динрейку, так и непосредственный монтаж на панель шкафа. Контроллер поддерживает подключение широко распространенных аналогов цифровых датчиков температуры типа PT, P, NI, NTC, DS18B20 и датчиков давления с сигналами 0,10 В или 4,20 мА. Контроллер работает с запорно-регулирующими клапанами как с дискретным, так и с широко распространенных в системах вентиляции пропорциональным аналоговым управлением. Стоит отметить, что высокая надежность и долговечность работы контроллера САД-500 достигается применением электронных твердотельных реле без механических контактов и оригинальных решений по защите выходных сигналов контроллера от токов короткого замыкания, в том числе от замыкания в цепях управления нагрузкой 220 В. Выходные сигналы САД-500 управляют дискретными запорно-регулирующими клапанами напрямую без использования промежуточных реле. Электропитание контроллера САД-500 может быть выполнено как от напряжения 220 В, так и от безопасного источника 24 В. Контроллер САД-500 полностью готов к работе в составе систем диспетчеризации. Интерфейс Ethernet RS-485, поддержка промышленных протоколов Modbus RTU, Modbus TCP, позволяет легко подключить контроллер САД-500 в существующую систему управления или создать свою систему диспетчеризации на основе SCADA системы LAN-1-4 или любой другой SCADA системы. САД-500 – это свободно программируемый контроллер для системных интеграторов, специалистов от СУТП и продвинутых пользователей. Если вам недостаточно базовых функций, вы хотите реализовать свой алгоритм или организовать согласованную работу нескольких САД-500, то для вас предусмотрен режим программируемого логического контроллера. При помощи свободно распространяемой среды разработки на языке программирования FBD можно реализовать любой необходимый алгоритм, связать несколько контроллеров в единую информационную сеть и создать как простую, так и сложную распределенную систему управления, работающую в режиме реального времени. Несколько контроллеров САД-500, включенных в одной локальной сети, автоматически организуются в единую логическую схему и, взаимодействуя между собой, работают как единый контроллер с увеличенными ресурсами и возможностями. Наиболее эффективным является применение САД-500 для автоматического и дистанционного управления дренажными повысительными и канализационными насосными станциями, дозаборными узлами, станциями водоочистки, СТП и ЭТП, автономными газовыми котельными и другими аналогичными объектами. В следующем видеоролике мы подробно остановимся на подключении и настройке контроллера. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»